Добрый день! Если говорить по вашему письму, во-первых, мне не вполне понятно, почему вы кардинально разделяете понятие творчества и техника. Если мы говорим про творчество только как про музыку, про изобразительное искусство, про написание книг, допустим, то неужели создание, допустим, автомобиля, самолета, разработка химической реакции не является творчеством? На мой взгляд, творчество – это процесс созидания чего-то, не существовавшего ранее, создания чего-то нового, преобразования энергии мира во что-то иное. Опять-таки, здесь я могу вас переадресовать Михаилу Велеру и его теории энергореволюционизма. Почему мозг человека, который творит и создает музыку или творит и создает картину, должен работать меньше или в меньшей степени, чем у конструктора, который создает машину? Либо вы имеете в виду именно чисто механическое, механическое выполнение той или иной работы, и это именно называете технарием. Ну, в таком случае, да, возможно, но в таком случае, опять-таки, как расценивать, учитель музыки – это технарь или это творческий человек? Он занимается музыкой, да, то бишь творчеством. С другой стороны, он преподает музыку тем людям, которые к этой музыке, как правило, никакого отношения не имеют, склонности также не имеют, да и желания изучать тоже не имеют. То есть, он выполняет школьную программу, то есть, выполняет механистическую достаточно работу. То есть, с этой стороны, вроде бы, получается технарь. А с третьей стороны, если посмотреть, хороший учитель музыки способен заинтересовать музыкой даже совершенно безухого человека. То есть, безухого в том плане, что ему медведь на ухо наступил. И вот как здесь смотреть, где технарь, а где творческий человек? Поэтому сравнивать технаря и творческого человека в развитии мозга очень проблематично, поскольку определиться с тем, кто технарь в ваших терминах, а кто творческий человек, мне на данном вот этапе не представляется возможным. Если говорить о человеке, который занимается техникой, о человеке, который занимается гуманитарными предметами, то здесь никаких кардинальных различий я бы не назвал. То есть, да, естественно, у каждого есть своя специфика, каждый работает своими дефинициями и на своем поле, поэтому разница есть. Но кардинального различия в развитии мозга, по вашему вопросу, конечно же, нет. Преимущество восприятия у человека творческого перед, как вы его называете, технарами. Есть ли, опять-таки, восприятие чего? Если человек творческий, гуманитарий, работает, допустим, исключительно с эмоциональной сферой, да, а человек, работающий с техникой, работает с машиной, то да, в плане восприятия эмоциональных компонентов человек с гуманитарным образованием, возможно, здесь имеет преимущество. Но в то же самое время он имеет и существенный минус в восприятии тех деталей, которые касаются технической стороны вопроса. А они зачастую не менее, а иногда и более важны. Поэтому, опять-таки, преимущество восприятия чего? Если мы определим восприятие чего именно вы имеете в виду преимущество, тогда можно будет ответить на вопрос. Если мы говорим о восприятии вообще, то никакого преимущества, конечно же, нету, потому что все компоненты той или иной проблемы имеют значение. Можем написать замечательную музыку, но если не будет инструментов, на которые ее играет, она останется только знаками на бумаге. Далее. Нужно ли воспитывать в человеке чувство прекрасного и стремления к творчеству? Вот здесь, пожалуйста. Конечно, чувство прекрасного воспитывать надо, насколько это возможно. Мы говорили только что об учителе музыке. Стремление к творчеству. А вот здесь как раз-таки и определимся. Стремление к творчеству какому? Создание новой машины это творчество, на мой взгляд, однозначно творчество. Создание новой музыки творчество тоже творчество. А создание скульптуры из дерева, просто инструментом для резьбы по дереву, это творчество, да, тоже творчество. Один человек работает руками, другой человек работает на гуманитарном уровне, создает музыку, а третий человек работает с техникой. И все занимаются творчеством. Поэтому говорить о творчестве только как исключительно о гуманитарном управлении и говорить о технике только как о вот такой вот как бы примитивной механистической работе, на мой взгляд, совершенно неправильно. И те, и другие, и третьи люди крайне важны. И те, и другие, и третьи имеют особые характеристики восприятия в той или иной области. И только за счет их сложения мы получаем наиболее полную картину. Поэтому, чем более широкий спектр применения у человека, чем больше он может освоить, чем больше он может заниматься одновременно и музыкой, и техникой, и эмоциональным восприятием, и техническим, конструктивным восприятием, тем лучше. Чем шире охват, тем лучше. Чем глубже проникновение в тот или иной вопрос, тем лучше. Поэтому на ваш вопрос, что лучше, творчество или техника, я ответить не могу. Хорошо все, и все необходимое. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.